ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! Знаете, что мы сегодня будем делать? Нет! Мы, в общем, сегодня поедем регистрируется автомобиль. Туда мы едем или не туда мы узнаем по ходу движения. Что там делать, мы тоже не знаем. Короче, будем методом проб и ошибок просто подходить к людям со своими документами и спрашивать, что же сделать для того, чтобы зарегистрировать автомобиль. Наверное, будет интересный опыт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдание право язды, затруднение право язды. Это легко, чтобы зарегистрировать пыль, чтобы сделать полосы, у нас в Лублине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет? В общем, пришли, думали справиться быстро, очередь слишком большая. У нас 104, а сейчас только 80. Не знаю, за сколько мы справимся, но сидим и ждем. Хотелось поделиться немножечко информацией, которую нам все-таки удалось получить в момент попытки регистрации своего автомобиля. Почему попытки? Потому что мы его так и не зарегистрировали. В общем, поехали, нашли этот отдел коммуникацийный, отстояли очередь более чем 2 часа и по факту у нас не приняли документы, потому что мы находимся в территории Польши уже без действующей визы, но еще без карты побыта. Печать, которую тебе ставят в паспорт, это абсолютно не основание, потому что у тебя еще даже нет рецидии на руках. То есть ты, в принципе, можешь по этой карте находиться на территории Польши, можешь работать по ней, можешь другие какие-то действия совершать, но на себя автомобиль зарегистрировать у тебя не получится. Причем, когда брали талончик, когда садились в очередь, ну, в принципе, нам сказали, что да, у нас всех документов достаточно, все отлично, ожидайте свою очередь. В итоге, прождав такое количество времени, не смогли подать документы. Поэтому люди, те, у кого, в принципе, нет еще таких документов, можете даже не идти, очередь не отсиживать. Зря адрес будет в ссылочке, поэтому проходите, для тех, кто живет в Люблине, это будет 100% актуально. Что было дальше? Дальше я, конечно, немножко начала возмущаться, потому что, ну, я понимаю, что не знание законов не освобождает от ответственности и все такое, но как бы мне просто было непонятно эти дырки в законодательстве, почему человек может здесь быть, может купить автомобиль, и вообще сделать все, что угодно, а зарегистрировать его на себя не может. С этими вопросами мы просто попали к начальнику, пошли с ним пообщались, на что он нам рассказал конкретно про новые законы, которые были, которые вступили в силу с 2020 года. Это тот закон, на основании которого нужно заплатить штраф, если ты в течение месяца не зарегистрируешь автомобиль на себя. Об этом уже рассказывали другие блогеры, об этом расскажем, и мы на самом деле так и есть. У нас случай не подпал под этот закон, что, конечно, было удивительно, потому что я, например, про этот штраф читала еще до наступления 2020 года и думала, что он уже, в принципе, в действии, да. А мы автомобиль покупали в декабре, соответственно, когда мы пошли его регистрируясь на начало января, это уже было около месяца, но что нам начальник сказал, если это было еще в 2019 году, то мы под этот закон не подпадаем и, в принципе, можем ездить на неперерегистрированном автомобиле до тех пор, пока у нас не возникнут какие-то основания его зарегистрировать на себя, соответственно, до тех пор, пока у нас не появится карта побыта. Конкретно, наверное, мой совет, и я уже не раз, неоднократно об этом задумывалась, живя уже полгода в Польше, что людям, которые едут на территорию Польши по рабочим визам, тем более, если у вас, как и у нас, до этого момента были шенгенские визы, и если бы вы могли их получить или получили бы на срок год и более, то не теряйте эту возможность. То есть я на тот момент этого не знала, но если бы у меня была действующая виза С, она как раз у меня закончилась, и когда я узнала, что я еду на работу в Польшу, я не делала уже визу С, полагая, наивно полагая, что виза Д, она еще даже лучше. Но как выяснилось, если бы у нас была виза С, и сделали бы еще попутно рабочую визу Д, которую для граждан Беларуси делают бесплатно, то, соответственно, закончилась бы виза Д. Мы, первое, могли бы спокойно и далее, даже в ожидании карты побыта с печатью, курсировать между Беларусью и Польшей. Нам не нужно было бы здесь сидеть, потому что у нас была бы действующая виза Шенген, дабы у нас закончилась, по Ц можно было путешествовать, конкретно для граждан Беларуси сейчас рассказываю. На данный момент мы ожидаем свою карту побыта 2,5 месяца. В принципе, как говорят в Люблине, этот момент наступит скоро. Почему я на этом так акцентирую внимание? Потому что не было бы этих нюансов. Например, мы бы не были привязаны к одной стране, то есть мы бы могли свободно делать все, что нам нужно. Поэтому задумайтесь, те, у кого есть какие-то варианты, лучше получать сразу несколько виз и не быть привязанным к каким-то обстоятельствам. В общем, чем история-то закончилась? Тем, что мы принесли документы. Один говорил сначала, вам подойдет просто договор найма жилья. Второй сказал, нет, вам нужен мельдунек. Третий сказал, и мельдунек, и карты, и все подряд. В общем, документов как таковых не хватило, все сошлось на то, что карта побыт нужна. На самом деле, у тех, у кого есть виза, можно зарегистрировать автомобиль по сроку действия визы. Но имейте в виду, если у вас виза уже подходит к концу, осталось менее месяца, ну пусть даже 1-2-3 дня осталось, вы зарегистрируете автомобиль до окончания действия визы. То есть, например, вы регистрируете 5 декабря, у вас виза до 7 декабря, вам зарегистрируют автомобиль до 7 декабря текущего года. Так нам и сказали. Поэтому в этом даже смысла нет. Единственное, что реально люди в нынешнее время сейчас смогут попасть на большой штраф. Конкретно данная информация нами получена в отделе коммуникацийном в Люблине. Насколько понимаем, то информация может разниться от места расположения. У каждого свои законы, поэтому мы наистину не претендуем. На данный момент мы автомобиль свой не зарегистрировали, ездим на тех номерах, на которых мы его купили. И получается, что сможем это сделать только тогда, когда получим карту побыта. Если у кого-то есть вопросы конкретно по Люблину, по всему, что связано с этим, то можете писать в комментариях, мы ответим. На неперерегистрированном автомобиле. До тех пор, пока у нас не возникнет... Не возникнет... Конкретная информация из данного видео нами получена от начальника в Люблине. Начальник ГАИ... Возможно. Руки уже замрили. Ладно, рассказывай. Ну, оставь и погрей немножко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова